Добрый вечер, уважаемые жители города Найт-Сити! С вами Diverse Networks и вечерняя служба новостей. Что же произошло в нашем прекрасном городе за эту неделю? Во-первых, у всех на устах совершенно невероятное событие, которое произошло в северном дистристе нашего города. Ужасные новости. Всеобщий любимец, рокер-бой Джонни Сильверхенд устроил бойню в центре города в клубе Яма. Как по нашим сведениям, ему не заплатили гонорар и он устроил настоящую резню бензопилой с динамитом и прочими прелестями. Кажется, что у рокер-боя поехал его сетевой интерфейс. Но об этом мы еще узнаем из нашего прямого репортажа оттуда. Также к новостям другим нашего города. Приближается Хэллоуин. Эта новость заставляет всех детишек и их родителей задумываться о том, какие же могут быть у нас подарки, какие костюмы мы можем использовать. Обо всем этом может позаботиться наша замечательная мегакорпорация Петроглиф Интертеймент. Петроглиф Интертеймент. Нарядим, дадим каждому ребенку потыкаем. Итак, уважаемые дамы и господа, рады вас приветствовать. Недолгое ожидание перед стримом, но на фоне всех новостей, которые связаны с киберпанком, я думаю, именно этого и стоит ожидать от любых игр, связанных с вселенной киберпанком. Наши главные герои сейчас находятся на очередной квартире, на которой они могут устроить тайное логово свое, и обсуждают детали дальнейших своих планов. Что же они собираются делать? А клево мы убежали от того чувака с пулеметом, который на том мосту стрелял в нас, да? Так, а почему мы от него убежали, если мы должны были его поймать? Я не знаю. Потому что боюсь, что к нему сзади подъехали огромное количество сил и частных охранной корпорации, и местной полиции. Кстати, интересная деталь, которую вы отметили, что частные охранные корпорации, многие из них работали на мега-корпорацию Аросака, занимающуюся производством, мануфактурингом и распространением самых различных видов единиц боевой техники. А знаете, у меня такая мысль закралась. Мы когда штурмовали клуб, я там слышал тоже роторный пулемет. Не был ли это тот же самый роторный пулемет, который нас обстрелил с того моста? Я думаю, вроде больше одного роторного пулемета. Ну, очень странно, что мы в один день как бы встретили два роторных пулемета. Тебе не кажется? На вертолете был роторный пулемет. Я не думаю, что это большая редкость. Ну, слушайте, да, не будем зацикливаться на этом моменте. Давайте лучше сконцентрируемся на текущей задаче. Я должен на рынок, где можно быстро восполнить запасы взрывчатки и патронов. Я думаю, для этого нужно будет кому-то из вас использовать навыки, связанные с доставанием неприличного одном из ручных веществ. Я знаю одного человека, который может наладить всевозможные связи. Но при этом мы полностью провалили задание. Как нам теперь выходить на этого смешера? Да, ничего мы не провалили. Мы просто были круты. Вы видели, как я прыгал на мотоцикле, как Дженни орал. По-моему, все было очень круто. И как бы... Я надеюсь, Ролк оценил мой мув с мотоциклом и прыжком, и как я катаны порезал эти два дрона. Да, оценила. Ладно, ребята, со смешером варианты, я так понимаю, сейчас у нас на данный момент отпадает. Давайте займемся тогда арсеналом Моргана и попробуем, может быть, копнуть в сторону Арасаки. Я хотела уточнить, а я все, здорово, теперь чудесное исцеление произошло, да? С пластырем приходится. Тебя отвезли в ту же клинику, в которой восстанавливали нашего Джонни Сильверхэнда после уравнения. Тебе перепрошили интерфейс на щепной коробке, кое-что пришлось залатать, вставить керамические плиты, но в целом ты выглядишь еще хорошо, чем всегда. Так, ну что, может Ролк поищет нам какой-нибудь рынок для Моргана оружейный? Джонни, Джонни, когда ты разговаривал с доктором, это, кстати, был тот самый доктор, который тебе киберимпланты в руку вставлял, ну, собственно, организовал, делал вот этот вообще весь протез, и, собственно, после тех событий, когда на тебя напали бандосы, неизвестные похитили у тебя Альт Каннингем, он же занимался этим восстановлением. К тебе привез его, тебя, так сказать, привез к нему какой-то неизвестный молодой человек. Ты пытался найти контакты, узнать, кто же это мог быть, но, к сожалению, тогда у тебя это не получилось. Еще из интересной информации, когда ты заходил к этому доктору, с тобой хотел связаться Джек Мастерс. Это ваш продюсер вашей банды самураи. У него какая-то была информация, которую он хотел до тебя довести, но так как ты залег на дно и твоих данных, скажем так, у него не было для связи, он вынужден был связываться со всеми, кто знаком с тобой. Ну, так почему бы с ним не связаться тогда, если у меня есть его контакт? Давайте с ним пообщаемся. А еще я хотел уточнить, я человека, это неизвестного, который меня доставил в больницу, я его не видел, я просто знаю, что кто-то неизвестный меня туда доставил. Да, тебя вырубили тогда, ты истекал, фактически у тебя крови оставалось буквально, как говорят, на 5 минут, и какой-то неизвестный человек смог тебя доставить в клинику подпольную, в которой тебя, собственно, и залатали. Он не представился, и судя по тому, как он смог избежать, ну, как он смог поддерживать свою анонимность, он что-то в этой теме знает. Ну, что ж, оружием-то займемся или нет? Ну, оружие, продюсер, Аросака, вот как бы три веточки, за которые можно потрясти. Кто такой Аросака? Аросака это... Кто такой Аросака? Корпорация. Ты сейчас спрашиваешь. Кто такой Соник? Смешер, который нас преследовал, потом к нему подъехало много техники, именно фирмы корпорации Аросака. Соответственно, он с ними связан как-то крепенько. Ваш продюсер выглядит более многобещающим, потому что Аросака может быть не связан с похищением. Ну, согласен, согласен. Я бы дернул за него. Ты думаешь, в этом мире нету людей, не связанных с корпорациями? Я думаю, они дергают за все ниточки, которые есть в этом городе. Ну, справедливо это уже замечание. Давайте определимся, занимаемся ли мы арсеналом Моргана или сразу двигаем в сторону продюсера. Это не та вещь, которая может сделать по пути? Ну, почему бы и нет, да. Давайте тогда заедем за стволами и за прочей миссией. Подставь число. Ну, у меня в этом все просто. Мне надо пять минут, чтобы заточить клинки и все. Я не люблю вот ваш это стрелково, предпочитаю более личный контакт. Ну, да-да-да, ты тот еще позер. Я понял тебя. Ну, тогда давайте двинемся к продюсеру через оружейный магазинчик. Есть у нас такая опция. Я думаю, в принципе, можно попробовать так сделать. Тогда прокиньте, пожалуйста, кубики на поиск вот этих всех запрещенных предметов. Мы пока поговорим с... Кто должен прокинуться кубики? Ну, Роук, наверное. Кубикова есть. Я думаю, Роук, да. Так, окей, что кидать? Ну, там у тебя же есть навыки, связанные с underground marketing, бизнесом. Что-нибудь такое выбери и бахну через свой интеллект. У меня есть уличная сделка. Давай через уличные сделки пробуем. Так, давай... А модификатор ставить просто интеллектом в восьмерку, да, получается? Да, у меня вот с этим вопрос возник, потому что когда кидал мотоцикл, я сложил все. В кучу и вождение, и рефлекс. У меня там гиперцифры получатся. Я просто могу на мотоцикле, мне кажется, делать все, что угодно в таком случае. Типа, я могу... Ты можешь на мотоцикле оружие, да, сделать? Да, по-любому могу. Ну, типа, я... Ты с митанцами можешь сделать оружие, чувствую. Да, если я могу... Я могу надрифтить оружие, мне кажется, на мотоцикле. Жаль, что полечить на мотоцикле не могу. Но если мы объясним господину ведущему, как я лечу мотоцикл, типа, может быть, какой-то волшебный танец, исполняющий на мотоцикле, и я прокину это, то мы можем излечить рак, по-моему, таким способом. Это будет легендарная проверка. Итак, Джонни, ты сейчас на связи с Джеком Мастерсом. У него на фоне слышна какая-то музыка очень громкая, какой-то ракешник фигачит. Хей, Джонни! Джонни, привет! Давно тебя не слышал. Тысячу лет, тысячу зим. Говорят, ты чуть не умер недавно. Да, был такой. Чё ты, я насколько слышал, ты хотел со мной состыковаться, о чём-то переговорить? Нэнси с тобой хотела обсудить какие-то дела. Ты же знаешь, она сейчас крупная шишка в медиа. Говорят, что у неё какие-то какие-то новости для тебя. Она хотела с тобой связаться, но не смогла тебя найти. Окей, у тебя есть контакт? Да, конечно. Вообще, мы с ней договаривались сегодня встретиться, так что, может быть, ты подъедешь, и мы все эти вопросы порешаем, собственно. Да. Я сейчас в клубе, в клубе Heaven, если ты здесь будешь, мы только раз ещё одну группочку, на одну небольшую нашли. Офигенно, хрена, четк раз, сейчас репетирую, скоро у них выступление будет. Окей, я подъеду, не один. Хорошо, договорились. Ну что ж, двигаем в клуб. Зачем? Ну... Потанцевать. Почему и нет? Это... Я сейчас связывался с людьми, которым в целом могу доверять. Возможно, они нам помогут. Джонни, приезжай, пожалуйста, в клуб. У нас есть группочка. Группа — это моя жизнь. Я думал, ты испытываешь какой-то интерес к той тёлке, которую тебя спёрли. Слушайте, ну в данный момент мы в тупиковой ситуации, и ты что предлагаешь делать? Тебе же дали контакты... Этой женщины, которая из-за тебя новости. Ну так я... Вот она там и будет. Она же... Бандочка зачем? Что? Ладно, давайте поедем. Я надеюсь, там хотя бы кормят. Это да. Нет, так она туда приедет, к продюсеру, к моему. И там мы состыкуемся. У меня плохой опыт с клубами. Давайте сперва на рынок. Итак, Роук, ты смогла найти по своим связям несколько банд, которые занимаются перепродажей похищенных у корпоратов взрывчатых веществ различного рода. Включая плазменные пушки там есть, ружья со снарядами взрывными. Короче, всё, что душе угодно. Если у вас есть, конечно, на это деньги. Ну, деньги у нас есть. Деньги есть. Тогда, да, хорошо. Тогда закупаемся в полной программе? Конечно. То, я выполняю то, что потратил в прошлый раз, больше особенно ничего я не знаю. А я... Ну, то спешите там себя ресурсы, евро-баксы. И давайте погнали уже в клуб, да? Да, погнали. Ну ладно, допустим. Итак. Ножи. Вы подходите к клубу, и из-за закрытых дверей уже слышен, как рвутся меха, рвутся гитарные струны, и внутри происходит какое-то абсолютно одухо, явно несоответствующее названию Heaven. Вы подходите ближе, и перед вами раскрываются двери, и в свете софитов вы видите огромную толпу народу, которая хреначится, трясёт башкой и своими телесами под довольно весёлую, но не сказать, что сильно качественную музыку. Вы заходите внутрь, и начинаете взглядом искать нужных вам людей. Jack Masters — это фигура в своих кругах легендарная. Многие в пардюрских кругах считают его, ну, немножечко сумасшедшим. Это имеет свои, в принципе, предпосылки, потому что взамен поиску кандидатов, отсмотру их в мировой сети и прочим таким, казалось бы, нормальным методом поиска будущих талантов, он занимается тем, что ходит по клубам, напивается вдрызг и пляшет на танцполе. Те группы, которые ему больше всего заходят по духу, он их пытается продюсировать. В принципе, ровно так в своё время и зародилась группа самураи. Итак, вы, хочу сказать, Джонни, ты очень быстро находишь этого панка с шикарным ирокезом на башке, и через толпу проходишь к нему. Эй, Джонни, Джонни, привет, братишка! Он пытается тебя обхватить, но у него это не очень получается. С учётом всех твоих протезов и металлических конструкций, ты сейчас достаточно внушительная машина. Здорово, здорово. Так, давай-ка... Просто у нас такая ситуация, что мы не можем особо отвлекаться на разные... на разные мелочи, на разные сопутствующие вещи. Давай-ка сразу к делу. Что там Нэнси меня искала, и чем она вообще собиралась заняться? Какие у неё дела? О, она сейчас не просто Нэнси. Ты же помнишь те отношения с её парнем, из-за которых она вынуждена уйти из группы? Сейчас она называет себя Beth Isis. Она сейчас у нас смотрится по всем сторонам и видит столик, удалённый в уголочке. А вон она, собственно, сидит. Пошли. Давно вы не виделись, я так понимаю. Уже лет пять прошло, да? Погнали, погнали. Да, посмотрим, пообщаемся. Я тисусю выхода. Принято. Итак, вы отходите чуть вглубь клуба, музыка здесь становится чуточку тише, и ты видишь, как с места поднимается Beth. Она всё так же великолепна, как и в своё время, не зря огромное количество фанатов сохли по вашей клавишнице. И приветствую тебя, полегонько целуя в щёку. Джонни, я слышал, у тебя тут большая беда приключилась, всё время пытался с тобой связаться. Ты знаешь, ко мне обратился один стрингер, говоря, что он смог заснять какую-то информацию важную на улице. Я бы хотел, чтобы вы с ним встретились. Он хотел передать эту информацию тебе. Стрингер — это поставщик струн? Не совсем. Это... Он же на стрингере или стингер? Я не знаю. Хорошо, Джонни. Короче говоря, у нас тут есть один репортер, который хотел до тебя донести какую-то информацию. Я не знаю, там, стрингер, не стрингер, вот у него прозвище на улицах стрингер. Ну да, окей, окей. А в смысле информация по поводу чего? Какое вообще? Ну то есть ты могла понять вообще, о чём идёт речь? Почему он... Он что-то сказал по поводу Альт. Типа он знает, что... Ей была заинтересована какая-то корпорация, и, дескать, он знает что-то о её тёмном прошлом. Какая корпорация? Антон, даже я начинаю пыть чуть-чуть. Итак. Я не знаю, вам будет лучше встретиться. У меня есть инфа, но он очень скрытный пенёк такой. И я думаю, что вам лучше сами будет пересечь себя как-то. Ну ладно, хорошо, давай. Если нужна будет помощь, любая помощь, накладёт тебе руку на твой металлический протест. Ты всегда знаешь, что может положиться на нас. Да, я понял. Какой из двух? Я понял тебя. Когда у меня немножечко сейчас успокоится ситуация, я вполне возможно к тебе ещё забегу. Хорошо. Что мы делаем всё дальше? Ну надо... Да, да и всё на танцполе. Жёстко. Ну надо с... Как бы со стрингером с этим сконнектиться. Всё, нет. Итак, вы выбираетесь из клуба, и сейчас по вечернему городу, который сияет с различными огнями неонов, вы мчитесь на место встречи с этим самым Томпсоном. Вас встречает окраина города, неуютный подъездик, и комната на... Такая полукомната, полустудия, фиг поймёшь, что это такое, на её первом этаже. Окна закрыты множеством достаточно толстых и крепких решёток, и внутри вас встречает какой-то странного вида, чуть-чуть, как бы это назвать, с бегающими глазками и с холодным, как сланец, можно так сказать, глазами, человечек. Здравствуйте. Вы, я вижу, пришли с друзьями? Да. Меня зовут мистер Томпсон, если вы не против. А вы, я так понимаю, Джонни Сильверхенд. Он сам. Он смотрит на твою руку, блестящую даже в этом тусклом освещении. Позвольте, я по своей профессии являюсь репортером. Моё дело — это перемещаться по тёмным улицам города и находить информацию, которую я могу продать различным студиям. И около пары дней назад я застал один интересный случай. Он достаёт из своей сумки, которая у него была рядом со столом, кошку. Кошку? Кошка стоит на месте, абсолютно неподвижная. Похоже, что это что-то типа искусственной модели. Затем она включается, вы видите, как чуть-чуть в глазах отображаются красные огоньки, и начинают бежать в строчки кода. Похоже, она сейчас загружается. Окей, давайте посмотрим. Кошка приходит в себя. И затем видите, как она поворачивает голову в вашу сторону. Её пасть раскрывается, и изнутри влазит дисплей. Репортер начинает находить там какие-то комбинации. Зачем через некоторое время вы видите картину, которую Джонни недавно испытал уже, прочувствовал, можно сказать, изнутри. Вы видите, как два бандита, одетые в косухи с шипами, с какой-то клановой символикой, приближаются к Джонни. Похоже, что он возвращался с концерта какого-то. За ним идет альт, который Джонни предусмотрительно чуть-чуть, так сказать, убрал за свою спину, чтобы оказаться между бандитами ей. Джонни скидывает руку приветствия этих людей. Они что-то кричат ему. Качество звука не очень хорошее, но похоже, что они говорят ему «Хей, друган, пошли, выпьем слегка. Отличный концерт был. Это справедливая награда будет, не так ли?» Разговор в целом выглядит достаточно спокойным. Вы видите, что Джонни предусмотрительно свой протез переводит в боевое положение, и похоже, что у него сейчас заряженный ствол, который смотрит на этих ребят. Другой протез. Другой протез. Итак, ты как тот парень, который расшифровывает все анекдоты. Ладно, окей. То, что происходит затем, происходит буквально за мгновение. Бандиты переходят, выхватывают дробовики и открывают шквальный огонь в Джонни, закидывая буквально-таки свинцом сверху донизу. Затем один из них подходит чуть поближе и мощнейшим ударом приклада в голову обрушивает его на землю. Затем они хватают альт, рядом подъезжает роботизированный мотоцикл, они на него запрыгивают и уезжают вдаль. Первое, что вы обращаете внимание, это скорость, с которой они двигались. Такое возможно только благодаря использованию боевых симуляторов, которые доступны отнюдь не каждому бандосу на улице. Ну, собственно, картина уже похожа на то, что вы видели. Ничего особо нового она не добавляет, казалось бы. Никаких... Ну, то есть, там вроде какие-то эмблемы были на их экипировке, на их одежде. Мы можем как-то изучить этот момент? Да, в принципе, это достаточно расхожая в Найт-Сити банда, которая имеет огромное количество участников, не меньше тысячи, наверное. Но Томпсон, а именно так представился этот джентльмен, репортер, обращается вам. Наверное, вас интересует, откуда у таких бандосов могли быть такие крутые стимуляторы? Вы видели, с какой скоростью они двигались? Какая у них была реакция? У вас, мистер Сильверхенд, не было ни шанса, так что, пожалуйста, не вините себя. Вините лучше корпорации. Вы знаете, чем занималась ваша подруга до того, как её похитили? В тюречке? Ну, как чем? Сексом со мной. О, Джонни, боюсь, что вы плохо изучили свою возлюбленную. Она занималась сексом со всеми. Она была известна в узких кругах абсолютно не из-за этого. Видите ли, она была очень талантливым надранером. И её дар в программировании позволил ей создать одну очень интересную вещь. Вы когда-нибудь слышали о SoulKiller? Нет, не слышал. Даже это секира? Кто там, убийца Dark Souls очередной. Нет, тени не умирают дважды. Видите ли, нетранеры умирают, когда они заходят в сеть, и на них начинает охотиться эта программа. Это, можно сказать, мега искусственный интеллект. Дайте-ка, я угадаю, она сжигает им мозг? Хуже. Она похищает их душу, можно так сказать. Она делает слепок разума нетранера, который проник в сеть, и затем использует его для того, чтобы... Ну, использует для каких-то своих целей. Ресурсы там нужны, видимо, может быть, или же просто талантливые люди. А что, с человеком-то становится? И как раз-таки ваша подруга, он умирает, ему выжигает мозг. Я понял. Вот, про мозг и сжигатель. И созданием этого приложения ваша подруга хотела сделать этот мир лучшим. Бороться с корпоратами, с какой-то, знаете, цензурой и прочими вещами, которые проникают в сеть. Но, боюсь, что здесь она привлекла внимание сильных мира сего. В частности, Аросака интересуется возможность создания такого же сулкиллера, но только послушного им. Грёбаная Аросака, я так и подумал, что наверняка они замешаны. Всегда эти японцы виноваты. Поехали бомбить. Да что бомбить, это гигантская корпорация, там вообще, пойди разбери. Прежде всего, прежде чем бомбить, мне бы неплохо было найти саму Альт. Видите ли, у меня есть свои счёты с этой корпорацией. Как вы понимаете, с сжигающим эффектом я смог познакомиться достаточно близко. И многие дорогие мне люди пострадали от этого. Я готов пойти на всё, чтобы эта корпорация была уничтожена. Но боюсь, что у нас очень ограниченное время. Если они похитили Альт, и она сейчас находится у них в плену, то боюсь, что им потребуется всего немного времени при помощи различного рода интоксикации и воздействия на разум, чтобы заставить её работать на них. И как только сулкиллер второй версии будет закончен, боюсь, что они пустят его расход. Вряд ли, ради такой задачи бы они повезли в Японию, в Токио. В принципе, у них здесь есть достаточно большой исследовательский центр. В самом центре города. Нет, ну так он достаточно большой же, насколько я знаю. Как мы вообще можем Альту там найти? Нужно найти правильного человека, который знает, где находится Альт. Да. Ну давайте ей просто позвоним, и нельзя просто набрать. Ты думаешь, я не пробовал ей набрать? Ты звонил из своего телефона? Ну ты же Джонни Сильвак. Ты звонил по хищному человеку со своего телефона? Как ты дошел до своих лет, Джонни? Ну, практически не дожил, как ты видишь. Что ж, давайте, Томпсон. В общем, насчёт Тарасаки. Есть какие-то зацепочки? Может быть, какие-то твои люди внутри этой системы? Какие-то связи? Кое-какие связи у меня, может быть, и были, но боюсь, что их недостаточно для того, чтобы вытащить её оттуда. Да, здесь даже не вытаскивание. Здесь хотя бы нам нужно какие-то первичные данные получить. Где она может находиться? Где вообще происходят вот эти вот разработки SoulKiller'а и так далее? Я думаю, что Рог может зайти на страничку организации и открыть раздел ОНАСС. Найти там каких-нибудь важных шишек, вытернуть их и узнать всё, что нам требуется. Я думаю, даже Сантьего может зайти на страничку организации. Рог плохо слышно. Он на форно-сайт зайдёт, давайте не будем обманывать себя. Рог плохо слышно. Это нам нужен Netrunner. Наш Netrunner сейчас находится без Телевона в Росахе. Вероятно. Возможно, по частям. И что ты предлагаешь? Я предлагаю... Воровать людей. Воровать людей? Да, отлично. Я впервые согласен с Морганом. Давайте воровать людей, бить им в лицо. И вот так узнаем, что воровать. Старый добрый дедовский способ. Никто больше людей не знает информации. Ну, Арасаку какого-нибудь. Арасаку это название корпорации. Ну, Арасакакун, по-моему. Вам надо микрофон как-нибудь разделить пополам. А то... Ну что, совсем всё плохо? Ну, Рог плохо слышно, да. Сантьего отлично слышно, а Рог плохо. Как ты так сделал? Я сделал стерео на нём. Ну, давай вот так попробуем. Ну-ка, попробуйте. Ну, давайте. О, вот так вот хорошо, да. Чё, серьёзно, да? Ах ты! Ну, это был режим стерео, ты просто чуть правее находился. А сейчас звук вокруг. Звук вокруг. То есть, мои смешные шутки. Какую я смешную шутку пошутила, и никто её не услышал. Смешные шутки? Что-то новенькое. Шутить умеют только мужчины. Так, ладно, мужчины. Наверное, что найти список директоров может и женщина. Рог, ты можешь там подыскать каких-нибудь важных людей Аросаки? А зачем нам важные люди? Может, мы не через важных пойдём, а через каких-нибудь клерков? Уборщик знает всё. У них там секретная тюрьма. А уборщик знает, он же убирается. Да, у него ключи должны быть от всех дверей, он должен прибираться. Давайте найдём уборщика. Ты фильмов пересмотрел? Да. Слушайте, а насчёт SoulKiller-то, это вообще какое-то известное направление? Или это секретная разработка? Вот можно у Томпсона уточнить этот момент? Это вообще, ну, как бы на виду находится вот эта разработка, или она секретная до сих пор, и про неё никто не знает? Про неё мало кто знает. Лишь только те, кто работает с сетью непосредственно. Некоторые нетранеры слышали о ней, некоторые нетранеры сталкивались с ней и пытались бороться. Я понял. Но совершенственная версия SoulKiller, она ещё пока не запущена в лайв, иначе об этом узнал бы весь мир. Давайте найдём какого-нибудь просто программиста-разработчика и к нему подкатим. И через него всё выведаем. Программиста-разработчика Арасаки? Да. Это знаменитые программисты-разработчики. Мы можем взять какого-нибудь по обслуживанию, по программированию, по управлению, и тогда мы подстрахуем. Сделаем из них человеческую многоножку. А это зачем? Я имел в виду другое. Не знаю. Так, ну что? Ну, в целом-то план неплохой, действительно. Может быть, давайте сфокусируемся на каком-то конкретном сотруднике Арасаки и попытаемся от него двигаться. Да, да. А давайте... Я предлагаю зайти в какую-нибудь соцсеть, посмотреть, открыть страницы компании, посмотреть сотрудников, которые указывают у себя эту компанию в профиле. Кибербук, я знаю. Кибербук, да. В Кибербуке. Давайте. Хорошо. Давайте посмотрим. Вы заходите в Кибербук, сортируете людей по месту работы Арасака и находите огромное количество людей, которые так или иначе связаны с ней. Большинство это наемники, которые пользуются, так сказать, услугами монофунктурщика этого и также выполняют для них какие-то задачи. Программисты, программисты, программисты. Как же их тут найти-то, Блин? Какие-то нужны критерии, наверное, по которым можно найти программисты? Женщина. Нет. Молодая. Нет, мы вот смотрим, красивого паренька. Симпатичная молодая женщина. Красивый молодой паренек. Ладно, красивый молодой паренек, согласен. А давайте по должности посмотрим. Ну, какой-нибудь ведущий, айтишник. Ну, ведущий в смысле не тот, который с микрофоном ведет мероприятие, а тот, который... А может, нам нам просто охранника с высоким допуском найти? У них же точно ключи есть на все... Ну, блин, ну, вряд ли ты в кибербуке найдешь такую градацию охранника высокого доступа. Судя по чекину, кстати, Убатанако сейчас должен находиться в городе. Убатанако? Да, это главный... Главный генерал, можно сказать. Он фактически тактический гений, который стоит за всеми спецоперациями этой корпорации. Но, по-моему... Скорее всего, он будет недоверчивый. Нам нужен тот человек, которого мы смотрим в свои сети захватить, а не... А зачем нам в сети его захватывать? Можно его захватить не в сети. Физически? Можно просто ударить в рот. Грубой силой взять. Ну, я умываю руки. Я думала, мы поговорим с ним по-человечески. Мы с ним поговорим. Нет, мы с ним поговорим сначала. Сначала мы поговорим, потом как пойдет. Я хочу напомнить, Рок, что вот эта вся Арасака тебя видела в свой прицел. Очень хорошо отслеживала. Так что я бы не испытывал особой... Я не думаю, что... Иллюзий, что мы сможем с ними поговорить. Что каждый программист там знает врагов Арасаки в лицо. Скорее всего, они просто подневольные люди, которые хотят поделиться своими проблемами которые разрабатывали программное обеспечение для прицела, при помощи которого пуль направили тебя... Куда, куда, куда? У тебя еще пластырь остался где-то на лице? Нет. Рок, я когда-нибудь рассказывал тебе про Уоткинсона? Господи! Опять эти баки про Уоткинсона! Я хочу послушать. Кто? Говорит про Уоткинсона! Это Томпсон! Это Томпсон говорит. Уоткинсон первый говорил, давайте будем пообходительнее обращаться с местным населением, давайте не будем сжигать окрестности нашего форта. И Уоткинсона просилили живот. Он заштопал его буквально степлером, чтобы металл сшил кожу. И счел, что это не хватит. Первые два дня было нормально, пока не началось воспаление. Я к тому, что... Если вы яшкаетесь с этими корпоратами, если вы яшкаетесь с этими... программистами, всегда помните, что это именно они обеспечивают то, тех людей, которые посылают к вам пули. Короче, ты... против... Надо хватать всех, кого мы только сможем, до кого сможем дотянуться. Из ценных, из неценных. Никто никогда не знаешь, кто имеет доступ к нужным тебе сведениям. И когда мы уже окажемся в спокойной обстановке, выявить все, что нам следует. Короче, погнали за этим, челом. Который вот главный там по этим... Тактический генерал? Тактический генерал. Думаешь, у нас есть шанс захватить тактического генерала Аросачи, который планирует все гениальные операции? А почему нет? Ну, то есть, мы достаточно... Корпорация, которая знает, что мы идем по ее следам? Могу еще, конечно. Ген будет внезапно, и они будут думать, ну, они к нам не пойдут. Вот это все они... У них кишка танка. Ну, а что? А с чего? А с чего нам начинать, если не с этого? Никаких шансов. Я могу пробить по своим каналам инфу про этого тактического генерала, там, где живет, как зовут. Тактический генерал. Нам нужно идти по обслуживающим персоналам, обычных сотрудников корпорации, на которых мы сможем дотянуться. В пентхаусе в Небоскребе напротив Небоскреба Аросаки. Судя по всему, его постоянно охраняет около четырех людей в боевых машинах, которые, соответственно, могут противостоять каждый из них армии, потому что у них есть огромный арсенал, включающий плазменные пушки, роторные пулеметы, огромные гранатометы, летающие джетпаки, интерфейсы для того, чтобы сканировать окружение и видеть любую тепловую сигнатуру в радиусе одного километра, также интерфейсы боевые, которые синхронизуют их с еще огромным количеством боевых машин, которые не могут использовать одним движением своей мысли и прочие интересные штуки-дрюки. Ясно. Ну, значит, наверное, лучше отложить этот вариант. Может быть, мы устроим в этом доме пожар, чтобы все выбежали наружу? Ну, конечно. Что еще? Ну, псевдо там сигналку делает. Так, нам и дадут устроить там пожар. Ну да, звучит не очень. Ну, либо мы сверху зайдем с соседнего здания, прыгну на мотоцикле, на ихний пентхаус. Могу взять тебя, Роук, будешь сидеть сзади и смотреть на все. Роук все знают. Теперь. Так же, как и Джонни. А мы ей шапку дадим. Маску? Ну, слушайте, лезть к генералу, конечно, вряд ли имеет смысл. Но с чего-то нужно начать. Охрана, уборщики, программисты. Там огромное количество народа. Ну, программисты звучит, да, неплохо. Ну, блин. Короче, давайте, вон, у нас есть кибербук, там меню открыто, Роук выбирает, тыкай пальцем кого угодно, а мы его сцапаем. И поймем. В физическом плане? Ну, как тебе будет угодно, дорогая. Я тебе, дорогая. Может быть, реально как-то отвлечь, ну, стянуть внимание, то есть, этого генерала и его охранников, и каким-то образом стелс операцию провернуть? У нас так хорошо получается стелс операции. Тем более, скоро Хэллоуин, народ будет в костюмах. Опа. Все, маскируемся. Я уже не Сантьяго, я мафиозник. Мафияга? Мафияга. Меня никто не узнает. Короче, смотрите, какой есть варик. Смотрите. Как раз на Хэллоуин, зачастую в том районе, где вот эта башня Арасаки, там устраивается благотворительный концерт. Прямо на улице. Может быть, имеет смысл мне собрать самураев своих и забабахать нормальную прям такое шоу. То есть, получается, что эта площадка находится как раз прям вот рядом с этим зданием. Кстати, да, там есть площадка Гринфилд, которая находится... Такая зеленая площадь перед Арасакой. Один из немалых маленьких уголков зелени, который там есть. И на нем практически проводятся различные акции, розыгрыши, там собирается толпы народу, даже иногда монтируют трибуны на эту тему. О, я могу еще семью подтянуть к этому делу, чтобы они... Масовочку. Масовочку. Шумели очень громко. Фаер-шоу. Фаер-шоу. Нет, 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 меня отменял. Ну, тогда давайте... Подтверди этот план, нам нужно будет еще раз заехать на рынок. Для фаер-шоу, ты имеешь в виду? Для твоего личного? Да, он сейчас мясо на шашлыки взял. Тогда, может быть, имеет смысл состыковаться с Джеком, с моим продюсером, и я думаю, что мы сможем быстренько все это дело организовать. Только нам надо тогда определиться, кто будет, собственно, проникать-то в пентхаус. И самое главное, каким образом. То есть, возможно, имеет смысл как-то с воздуха туда зайти. То есть, с крыши... Я готов прыгнуть. Скрытно прыгнуть на мотоцикле. Это... конек. Откуда прыгнуть на мотоцикле? С соседнего здания. А! Если это пентхаус, это в центре, значит, там еще есть высотки. Это типа... Найт... Как оно? Найт-сити. Найт-сити лайф. Ну, окей, хорошо, ты прыгаешь. Тогда я собираю самураев сейчас. Мы бабахаем всю эту движуху. Но одного тебя лучше не пускать туда, я так полагаю. Ну, я могу взять рог с собой. Назад посадишь, да? За себя? Как ты хотел бы. Ну, могу наперед посадить, но удобнее все-таки назад. Извиняюсь. Эээ, так. Окей, и что? А Морган... Морган, что-что-что-что? А Морган зайдет с помпой, мне кажется, снизу. Обеспечит, так сказать, шумовые эффекты. Я вижу два основных способа применения меня как боевой единицы. Либо я прикрываю все это безобразие откуда-нибудь со стороны, либо я проникаю... Параллельно? Слушай, а может быть... Ключевой момент. Я считаю, что нам просто необходимо перед операцией отправить Сантьяго в бордель. Пока его либидо не сгубил нам всю операцию. А, в этом плане. Ты за мое либидо, ты не это там. А может быть, наоборот, либидо это его движущая сила? Я им пробиваю стены. Слушайте, а может быть... Смотрите, у нас концерт. Это отвлекающий маневр. А может быть, сделать еще план Б по поводу отвлекающих маневров, и ты, Морган, заложишь какую-нибудь взрывчатку в окрестностях? Ну, просто на всякий пожарный подорвать там. Ты знаешь, сколько стоит хорошая взрывчатка? Ну, мы же заехали. Это наша экономия. Ну, мы же заехали только. А, я предлагаю... У меня есть идея. Давайте мы просто... Когда будет концерт, вот это все фаер-шоу, какие-нибудь ферверки, взрывы, Морган взорвет местную подстанцию, чтобы обесточить все здание. То есть, вы считаете, что одного концерта для отвлечения недостаточно, и обязательно нужно еще что-то взрывать? Ну, на всяком случае. Поджижать? Под видом концерта это может никто не заметить. Ну, да. То есть, может реально... Если мы обесточим дом, это будет хорошо. Вряд ли генераторов хватит на все системы безопасности. Да, да, да. Давайте подстанцию подорвем, действительно, под фейерверки, и тогда они не смогут вспомогательных дронов вызвать, и вообще вот эти вспомогательные силы их... Давайте попробуем. Но, повторюсь, нам нужно заехать на рынок. И, возможно, по бабам. Окей. Песнотег. Морган, если хочешь по бабам, ты скажи, я тебе подгоню, я позвоню семье, мы тебе мою кузину подгоним. Я могу дождаться окончания операции? Нет. Армию чудо за первым делом. Она очень хорошая. Три класса образования, и Ловка ворует деньги в переходах. Ну, что, я тогда, наверное, к Джеку двигаю. Давайте, имеет смысл, наверное, тогда сейчас разделиться. Я двину к Джеку насчет самураев, разузнать и собрать их. Морган за взрывчаткой, Сантьяго... А я поеду искать... Какой-нибудь короткий транспорт. Я поеду искать подходящую крышу, с которой можно это все сделать. Да. Планирует свой прыжок. Нам нужен нормальный транспорт, мы не выйдем на одном мотоцикле Сантьяго. Желательно бронированный транспорт. С непробиваемыми шинами. Бронированный Порш. Ну, конечно. Пластический. Пользуйтесь. Благо, я-то могу дойти пешком. Там, правда, двуместно, все. Для Джека. Багажник? Багажник. Багажник есть. У Порша вроде есть за день. Место там маленькое. Ну, там немного есть, да. Как Запорожец. Да. Как Запорожец. Ну, в общем, воспользуйтесь. Воспользуйтесь. Так, а я... Три места — это мало. Там будет, как минимум, один водитель из нас. Если хочешь. Один захваченный человек. И, возможно, нам нужно будет подхватить еще членов семьи. А, ты про отступление уже думаешь? Конечно. Ты, может быть, среди фанатов, скажем так, разогревать толпу, кричать какие-то нужные лозунги. У тебя же хорошо получается управлять людьми? Ну, на концертах. Ну, можно попробовать, в принципе. Джонни на сцене, Рок в толпе. У меня возникают странные ассоциации. Потом Рок выскочит на сцену, конечно же. И повторит свой успеш. Легкое ощущение дежавю. Что это? У тебя нотки ревности в голосе? Нет, это нотки рева мотора моего сердца! Почему вы поставили с Антягой Рок в таком порядке именно в настриме? Потому что выглядит так, будто Рок разговаривает с афишей киберпанка. Ну, как бы, никто же не знал. Но надо будет поправить, да? Да, второй стрим никто не знал. Нет, так, ну да. Ну что? Я считаю, что боевой мотор уже пришел в действие, можно так сказать. Ого, вот так вот можно было, оказывается. А я? Теперь вы оба общаетесь с логотипом StopGames. Ну, я не знаю, я не умею себя разворачивать. Ну, давайте это на перерыв оставим. Давайте, давайте. Хорошо. Если мы возможности сделаем. Давайте тогда, у вас, похоже, достаточно серьезный план такой уже вырисовывается. Расскажите мне, пожалуйста, с самого начала, что мы, куда и как делаем? Я отправляюсь к Джеку, к продюсеру, собирать самураев, чтобы вечером дать хороший добротный концерт с пиротехническими приколюхами и со всеми возможными шоу-элементами. Тогда Нэнси, наверное, может использовать ресурсы канала NBN54 для того, чтобы дать какую-то афишу до этого всему делу. Можно еще как-то распространить, как вы думаете? И как можно еще дать людям донести до них, что будет концертище, собравшись по новой бригады самураев? Ну, можно, наверное... Рок же имеет всякие каналы, может быть, она тоже прокинет в них. Может, там просто тупо спам организовать среди населения, я не знаю. Ну да, рассылку какую-то. У тебя есть страничка в панкбуке? В хипербурге. В хипербурге. Ну да, твой Сильверграмм там. У меня-то есть, конечно. Там-то я само собой запущу. Ну, мы можем взломать какие-нибудь билборды в городе, например. А можем ли мы? Мы не хакеры. Слушайте, ну это уличный концерт. Когда начнется вся движуха, там уже народ сам по себе будет. Ну, подожди, Джоник, у тебя ведь есть страница... Я в своей семье скинула. Страница в соцсети. Просто напиши пост про то, что ты даешь концерт. И все, народ сам придет. Надеюсь, вы не против цыган-кощевников на своем концерте. Я не хакер, если что, я фиксер. Да? Я поясняю, что... Зафиксируем это. Зафиксируем. Это как психологи и психиатры. Так, хорошо. Тогда, может быть, сильно стоит озаботиться вопросом какого-нибудь кухацкера в вашей команде? Я думал, у тебя есть, что были подрядчики... Например... Так, сейчас открою список доступных нетранеров. В округе работает сейчас Шайтан. Достаточно известный в своих кругах нетранер, с которым вы уже раньше работали. Даже Джонни раньше с ним работал, по-моему. Татарин, что ли? Ну, его происхождение не очень хорошо известно, потому что его лицо чаще всего вскрытое. Так, он вообще достаточно скрытная такая личность. Но практически никогда не работал на корпоратов. В свое время начинал с них, но потом быстро ушел на улицу. И сейчас работает в основном в частном черном секторе. Есть еще парочка ребят, но они, по-моему, сейчас особо недоступны, должны быть. На следующей миссии можно спользовать. Да, к Шайтану, конечно. Давайте к Шайтану. Мы не рискуем? Кто не рискует, тот не пьет. А ты вон постоянно пьешь, так что. А у нас есть деньги на Шайтану? То есть моя доля-то не уменьшится от всей этой движухи? Разберемся пока еще запасы. Запасы есть еще, а успокойся нормально. Можем себе позволить. Опять Татарин, да, кстати. Так, я еще отсылочка до этого была к Гринфилду. Я Гензу Линтону. Так, давайте тогда немножко сейчас к Донейшнам пройдемся. Перед скажем всем спасибо, перед ним приветы. И тогда уже пойдем к финальной части просто. Давайте. Так, по донатам сейчас зачитаем. Гитхабер, 103 рубля на злых корпоратов. Я думаю, ты светлый хочешь. Оставься ремонт Берта Марии Бендербэй. Как корпораты могут быть добрыми? Ну ладно, давайте проверим. Спасибо. Привет, СГ, даю вам свою донатную действенную. Спасибо большое. Нам понравилось. Сиберика. По доброй традиции на добрых же корпоратов. Спасибо. Трон мира был 1000. Спасибо за настолочки. Поддерживайте хорошее настроение. Лоналинт, 500. К господину Моргану на пополнение содержимого фляжки. Он как раз ушел пополнять, судя по всему. Корпорация Маливан, 501. Мы поддерживаем наших сотоварищей из параллельной вселенной. Или не параллельной, кто знает. И призываем конкурентных корпораций также поддержать сотоварищей. Го или слабо. Сантьяго и Рок, советую любовь вам. Подпись Котовага, младший гендиректор Маливан. Маливан, это откуда? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Может быть, из этого? Shadowrun? Может быть, не знаю. Юджин, 350Z, 10USD на киберосла. Спасибо. И Роналл Степман, 500. Говорят, у Моргану фляжки разведенная взрывчатка. Если он решит рыгнуть, бегите, голубцы. Спасибо всем, друзья. Бордерлэнс. А, все, написали, что Бордерлэнс, Маливан. Ладно, окей. Отдельное спасибо за киберосла. И совершенно незаметный Антон возвращается в нашу. Что, ты вверху развернешь? А? Вверху развернешь? Если это возможно. Оу, а СМР сейчас пошел от Антона еще дополнительно. Ой, сын. Да не, нормально. Продолжай. Ну, судя по проработанности вашего плана, добрые корпораты вам очень сильно понадобятся, надеюсь. Они все-таки ворвутся. А, это... Ну и все, нажми крестик. Голосы видео. Ну, вряд ли тут, да, есть такая штука. Ну, всякое подавление, расширение, автоматическое вселение. А ты как развернул? Так у меня через этот. А знаете, как можно все это сделать? Ну, это типа в АБС можно сделать, на самом деле. Просить здесь что-то я сейчас не могу найти. Ну-ка, давай попробую. А еще можно пересесть. Ну, тогда имена будут другие. Да, пересесть это не совсем то. Сейчас, погоди, сейчас я попробую. Пока Глеб настроит, Мерген, скажи, а вот у нас... Нас нанял Джонни, ну, типа, работа все удлиняется. То есть мы на какую работу вообще подписывались? Ну, в смысле, не то, что прям нанял. Скорее, Роук вписалась за него, потому что, ну, есть у них, скажем так, минуточки бывшего такого прошлого. И от тебя привлекли, ну, фактически на правах напарника, партнера текущего Роук. И, ну, да, конечно, тебе должны больше делать. Делового партнера. Больше и больше и больше. Тем более ты, если честно, как Нома-то и сам не очень любишь корпорации. Так что, в целом, ты мог бы, в принципе, и, как бы, как бы это тебе помягче сказать, проявить чудеса патриотизма и желание сделать мир лучше, вытащить бедную девушку, которую похитили злые гады из подвалов, где ее пытают сейчас всякие злодеи. Ну, вот как-то так, знаешь, классический такой герой, знаешь, такой, который на коне, на мотоцикле и с хромированным таким блестящим задом. Я что-то не вижу здесь возможность запросить вебку. А ты ее прямо в ВПСе в окне разверни, и все. Ну, типа, залабить. Давайте ее фиксим уже, потом, если что-нибудь получится. Сейчас, подожди. Так, пока, продолжаем. Морган, расскажи мне, пожалуйста, какое твое место в этом плане, чем ты будешь... Сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду. Роук, посмотри на Антона. Антон? Вот, они встретились. Ну, все, мы готовы. Качество артефактов для игры с мультивселенной. Мультивселенной. Слушайте, по-моему, в Киберпанке не было вещей, связанных с мультивселенной, параллельными вселенными, всем таким. Там одна единая вселенная, которая развивается, и очень большая. На самом деле, у Киберпанка очень большая, объемная, продуманная вселенная. А так как она продумывалась еще в 90-х годах, вот, Киберпанк 2020, то многие моменты выглядят очень смешно и прикольно. Там, знаете, крутой интеллектор занимает целых 2 гигабайта. И это казалось тогда чем-то прям таким большим. Ладно, все, продолжаем. Погнали. о том что ты рассказывал до места спать первое у меня в плане это заехать на рынок тому торгашу которому были уже сегодня и закупить как выяснилось не нужно больше взрывчатки поэтому наверное стоит еще один килограмм си 4 кроме этого выяснилось что у нас будет операция со стелсом поэтому не нужны дымовые световые светошумовые гранаты у меня пока на светошумовые гранаты это очень что я весь обвязан разгрузками давайте а ты очень холодным оружием взаимодействию шмургана тут все-таки огнестрел огнестрел можно взять взрывчатка лежит мне в кармане на достаточно холодная не понял давайте возьму 21 раз я забился 46 никогда не бывает мало 2 светошумовые и 2 дымовые гранаты я не доверяю дымовым гранатам потому что у каждого у каждого дешеванского наемника сейчас есть тепловизор хоть что-то так и нам нужно что-то что может быстро увести человека из сознания c6 максимально безопасно для здоровья транквилизаторы мы можем где-то быстро достать транквилизаторов изи тогда давайте еще две дозы транквилизатора а может быть гранат какие-нибудь усыпляющие но смысле газовые у нас есть вариант ворваться противогаза в таком случае ну с учетом той загазованность атмосферы которая сейчас в night city многие люди просто так по городу ходят респираторах так что можно попробовать ну давайте две газовые гранаты одевать себе на лицо страны и противогаз как имя к себе я противогаза беру то еще нам нужен транспорт бронированный транспорт ну можно просто на несколько часов арендовать какой-нибудь бронированный транспорт бронированный транспорт а почему сейчас дают дай у нас я виду porsche двое на porsche двое на мотоцикле здесь даже для свадеб сдают сейчас бронированные ну просто достигли стилизации таком случае я думаю следует действовать таким образом пока вы заказываете концерт и делаете максимально шумно я устанавливаю заряды на ближайшие электростанции линиях передач так чтобы обесточить весь местный район и одновременно с этим вы врываетесь в дом я мчусь к дому и обеспечиваю прикрытие когда вы отходите через запланированный путь как вы будете менять здание окна задний ход пожарная лестница пожарная лестница там есть мне не нравится вариант что вы на открытом пространстве ну да там двадцати двухэтажное здание у него есть пожарные выходы но вообще в целом именно лестниц там хотя нет зарейда да за 10 см смотри мы вы можете с чем-то спрыгнуть вы можете с чем-то спрыгнуть так чтобы не разбиться к чертям без дорогостоящих имплантов парашют от второго этажа может быть успеем называется бейс джампинг тросы может быть тросы вы сможете на трос они же моют окна мы можем спуститься на штуки которые моют окна и все люлька для мойщиков давайте стандартные тросы быстро спуститься по тросам это не опасно ты не забывай у меня там еще мотоцикл вероятность смерти не более 7,5 процентов я покупаю тросы 3 разумеется с карабинами и со скользящим элементом высотой что-то подошло это немаловажно машину пускай джонни закажет и кстати я наставил на том чтобы все эти расходы оплатили из бюджета операции да я прекрасно понимаю не ну я полагаю что действительно найти транспорт найти подобного толка не не составит особого труда нам нужна машина несколько часов можно просто угнать давайте не будем рисковать самого начала да возьмем в аренду улыбалась нам своими беззубыми улыбками слишком часто да давайте возьмем в аренду а потом когда будут пробивать что за машину уехал а вот ее арендовал джонни сильверхэм можем взять в аренду на один из подставных айдишников наших делать что хотите давайте давайте сделаем так звучит неплохо давайте берем в аренду тогда какой-нибудь монстр трак хорошо ладненько тогда немножечко сейчас предыстория чуть-чуть башня арасаки нижние этажи в холодном помещении альт приходит в себя с сортом полным ваты она достаточно умна для того чтобы не открывать глаза и подавить любое желание закрещать она начинает проверять свои импланты и направляет небеззвучной команды чтобы поднять свои чувства до максимума она сканирует окружающее пространство и понимает что здесь находится всего два человека и вроде бы больше никого она открывает глаза и видит встроенную мужчину взятской внешности он наблюдает за ней изящный хорошо сшитый костюм в руках стакан настоящего шотландского виски это огромная стоимость чтобы вы понимали в это время добро пожаловать мисс каннинген говорит он с улыбкой я таширом он делал же сторону другого мужчины это неуклюже существо развалившиеся у барной стойки а это акира будьте так добры раскрытие нам немножечко программе как вы называете soul killer все надежды на то что это были простые бандосы которые похитили ее ради каких-то может быть для перепродажи использование ее ума для каких-то своих ценностей пошли канули в летом потому что теперь она понимает что все корпораты которые похитили прекрасно знают ее истинную ценность скажем так alt на самом деле разрабатывал конечно же сулл киллер не для того чтобы убивать людей она была заинтересована очень темой репликации человеческого сознания она хотела чтобы талантливые люди могли жить вечно в киберпространстве могли помогать людям и развивать человечество помогать ему независимо от того жива не сейчас или нет однако ее наработки были использованы другой корпорации для создания до дочитающего инструмента который сейчас является ужасной такой сказкой про которую детям рассказывают их родители хакеры сейчас ее подключают через несколько дней получается мы запихали в контроллер которым она сейчас распятая аки не будем упоминать никаких религиозных деятелей распятая она сейчас совершенно бездвижно в ее мозг вставляет огромное количество различных имплантов задействует огромное количество различных инструментов для подавления воли и они заставляют ее сделать этот огромный механизм сул киллер который сейчас пока штатно прибит к одному месту сети сделать его подвижным сделать так чтобы этот убийца мог отправляться в любую точку сети и делать то что от нее хочет ее разработчик у вас осталось всего буквально несколько часов для того чтобы реализовать всю ту движуху которую вы хотите томсон сейчас использует все свои возможности где-то нарисует граффити где-то пустит какой-то слух все сейчас занимается тем что распространяет информацию о предстоящем концерте джонни обрывает звонки то есть обрывает линии телефона фиксер наш использует все свои ресурсы и деньги которые возможны для того чтобы распространить по недам информации о предстоящем концерте и ближе к десяти вечера все уже на улице знают что собирается банда самураев что будет концерт который будет дан эксклюзивно для фанатов для тех кто по каким-то таким тайным источником смог узнать об этом и этот слух распространяется как пожар люди огромная голодная толпа сейчас начинает стягиваться к этой части города ну что друзья это ваше представление жгите перед тем как мы не начали жечь я могу взять себе крюк кошку да можешь есть даже крюк кошку специальные такие устройства которые позволяют но фактически к работает как как называется экзоскелет такой с возможностью карабкаться по стенам по вертикальным не любым чем только крюк кошка ну я правильно понимаю что напротив этого пентхауса есть здание высокие тоже да есть есть отличные снайперские позиции если тебя это интересует откуда появляется обзор на весь вход на всю толпу который кстати он будет какое будет расстояние до пентхауса около километра наверное нет я имею ввиду там есть лежащие дома чтобы можно было крюк кошкой стрельнуть и другое сейчас открою схему посмотрим у нас есть схема у нас нет так но если вы конечно прокинете там все эти ваши тайные расследования и прочее то у вас может быть тоже схема но вам ее не дам потому что у вас документов нету так нет рядом прям с башней арсаки вплотную на расстоянии где-то метров двухсот наверное есть здание в принципе можно попытаться это же мать его киберпанк где мать его есть огромные стреляющие пушки стреляющие веревками или какие-то другими тонкими материями потому что написать вокруг здания рисаки что находится почему там все плоское там рассака веню за ним находится зеленый парк рядом со зданием арсака веню вообще в целом чтобы ты понимал рассака это охранная компания самая параноидальная в мире охранная компания они их но и покупают их услуги потому что они продумывают любые детали они продумают любые мелочи вас не отравят не взорвут не пристрелят если вы наняли рассаку потому что скорее всего они всех тех кто может сделать уничтожат на подлете и эта же архитектура скажем так это наклад отпечаток на архитектуру их главного здания потому что она как знаешь окружена автострадой как рвом окружающими отдельных зданий которые находятся это настоящий бастион ровный идеальный гладкий гранитный такой бастион центре города как иксбокс новый да 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 кстати хорош стране дерьмо фанат playstation понятно в таком случае после того как я задетонирую электростанцию и линии электропередач я подбираюсь максимально удобное укрытие неподалеку от здания и жду того как сантьяга будет ворваться внутрь окей ладно ну чтож толпа нахлынула сцена готова ее успели развернуть за вас ближайшие там несколько минут подвезли все оборудование до часть из этого оборудования безнадежно устарела но она мощная содержат много мегаватт это то что необходимо сейчас я проверь что я никто там в общем я взял инструмент но я это видели только вы как бы это эксклюзив цвета харада это заместитель начальника службы безопасности комплекса а рассака в индустрии в парке это та область которой вы находитесь собственно с это напуган самого полудня люди хлынули в большой поросший газонный травы парк напротив его караульного поста сначала ручьем потом рекой затем бурлящим потоком он не может ничего понять это не так же как происходит в токио токио люди последовательны в их поведении есть смысл местные люди это животные он подобывает вызвать городскую полицию на это плохо отразится на рассака крупнейшая в мире корпорация безопасности зовет на помощь какая потеря лица но перед ним картина в которой втиснуто 6000 человек на импровизированной сцене словно невезюмой расхаживает джонни сильверхенд он заводит толпу джонни да ну я уже был готов сначала то есть я приобрел я хотел начать за кулисе то есть когда уже начинались вот эти вот крики джонни джонни самурай то есть вот это и когда мы я вылетаю там еще специальные световые эффекты они немножко слепят то есть вот засвечивают сцену абсолютно не видно объектов и в этот момент я выхожу и вот начинается вот это наша вступительная известная композиция и там начинается и тут конечно пошел драйв да да сейчас 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 давайте ребята я требую отыгрыша я требую отыгрыша чтобы на отвлечении 2 3 3 4 7 7 7 8 9 9 9 10 Корпоратов, чтобы заводить толпу и разводить ее на агрессию какую-то, в сторону Арасаки. А кто, думаешь, пришел на концерт в основном рядом с корпорацией Арасаки? Обычные люди, которые ненавидят корпоратов. Ну, конечно. Которые пьют кофе за 20,5 бар. Это как День города проводят около администрации, то же самое. Хорошо. Я еще раз напоминаю. А я по пожарной лестнице на мотоцикле поднимаюсь на крышу соседнего здания. Ага, принято. Я напоминаю, что когда Сантьяга будет врываться, я должен быть уже на позиции. То есть я заранее детонирую. Но ты со мной едешь. Я думаю, это самое ближайшее здание, так что тебе лучше со мной подниматься. Ладно. Если тебе нужно ближайшее здание, то давай тогда, да, вы с Сантьяга. Итак, басист подхватывает бэкбит. И они вдвоем врезаются в следующий итог песни, увлекая за собой толпу. Джонни вводит взглядом в периметр парка. С одной краем видит Сантьяга на крыше напротив комплекса Арасака. И глубоко в толпе он видит Роук. Она стоит на готове. Огромная толпа. Она смотрит туда же, куда и смотрит Джонни сейчас. Они видят Роук, затем взгляды сменяются дальше на огромный монолит Арасака. Сейчас это здание в вечерних сумерках выглядит как черный обелиск. Нет, в принципе, никакой необходимости как-то очернять Арасаку. Потому что даже сейчас их штаб-квартира выглядит как штаб-свызла. Итак. Но... Мина на готове. Огромная толпа охранников, которая сейчас вывалила из здания, она вооружена до зубов. Их много. Их много, но по сравнению с той толпой, которую вы собрали перед зданием, это ничто. Они тонкой струйкой пытаются сейчас остановить этот неизбежный поток. Но получится у них это вряд ли. Итак. Мгновение застывает, пояснув в воздухе как смерть. Джонни, ты готов отправлять этих людей в бой? Да. А теперь, друзья, давайте покажем этим грёбанным корпоратам, кто на самом деле является хозяином этого города. Сука, пошли! Рок, толпа подхватывает тебя, тебя разворачивает в сторону корпуса, и вы вместе единым потоком несётесь на них. То, что я люблю на концертах. Ты сейчас с винтовкой, ты подрываешь подстанцию, я так понимаю, да? Да. Не-не-не, я предлагаю чуть подождать. Я стартую, и во время прыжка взрываешь, чтобы мой прыжок выглядел максимальный эффект. Хорошо. Электросанцию разносит к чертям. Даже отсюда виден этот взрыв. Кажется, что линии коротнула, по ним сейчас проходит мощный разряд, который обрывает линии электропередач по всей этой площади. Везде раздаются вспышки, искрит всё. Кобеля рвёт, они разносятся по ветру, и вы сейчас видите, как здание Аросаки, оно на секунду стало чёрным. Затем, конечно, начинают срабатывать постепенные источники питания. Они вызывают подсветку красных элементов, красных ламп запасного освещения. Из-за этого здание выйдет ещё более мрачным. И где-то вверху лечу я. Да, именно так. Я прокинул на мотоцикл. Сейчас посмотрим. Ну, 41 достаточно достойный результат. Да. Да, я ещё, типа, ногами отцепляюсь и делаю такой первое. Особенно, когда кидаешь D10, как бы, 41 вообще нормальная тема. Итак, ты врываешься... Ты врываешься... Погоди, 10 плюс 17 это 27. Не-не-не, ну... Нет, у меня 7 вождения, ещё и 10 рефлексов. Ага, ладно, хорошо. Итак, на лету ты успеваешь делать культуру. Твой хронированный монстр врезается в стены этого здания. Стёкла, которые должны были выдерживать чуть ли не быть бронебойными, разлетаются во все стороны. Часть из них царапает твоё лицо, не защищённое ни деспираторами, ни шлемами. Но это доявляет тебе только крутизны. Ты сбрасываешь эти осколки, и сейчас ты внутри этого здания. На тебя смотрят испуганные сотрудники, которые задержались допоздна. И... Может быть, ты им что-то крутое скажешь? Ээээ... Люблю запах осколков по утрам. Сейчас же вечер! А сейчас вечер, суки! Итак, твой мотоцикл несёт тебя по этажу, разлетается во все стороны офисные стулья, эти столы разлетаются в щепки. Ты пролетаешь до самого центра здания, ты видишь лифт здесь. Что ты вообще планируешь дальше делать? Хотя, подожди, к тебе мы ещё чуть-чуть вернёмся, чуть попозже. Морган, мы сейчас остановились на том, что ты взорвал подстанцию, у тебя в руках винтовка, и ты видишь огромную толпу, которая несётся на охранников. Те робко глядываются на своих командиров. Командире что-то командует, и люди разворачивают свои винтовки в сторону нахлынувшей толпы. Толпа чуть-чуть приостанавливается, замедляется. Понятно, что людям страшно переть на оружие. Всё пока погисло в такой, знаешь, тишине, готовой взорваться в любой момент, чем, неизвестно пока. Что-то будет сделано. Какой разданет заходящая песня. Да, заряжаем. Следующая. Да, типа, кулакина против стволов, чем такую песню надо исполнить. Мирган. И так, вы просто не до здания Рисаки. Ну, до здания около... Сколько там? Я говорю, 200 метров до этого. Я не знаю, как преодолевать на фотоцикл. Ну, ладно, пускай чуть поменьше. 200 метров. Я исходил с того, что раз это ближайшее здание, Декско Трон смог допрыгнуть на фотоцикле, то это явно не 200 метров. Хорошо, что ты хочешь делать? Твоя задача... Ты сейчас в Орлином гнезде находишься. Ты над этой толпой, над этими людьми. От тебя и от Глеба, и от Роук сейчас зависит, что случится в следующий момент. Нет, если ты намекаешь на то, что я должен открыть огонь по кому-нибудь, я не открываю огонь по кому-нибудь, я слежу за тем, что происходит в здании Рисаки. Роук. Я поглядываю на то, что происходит в музей. Роук, ты сейчас в толпе. Да, ну мы движемся вперед на охранников. Охранники, люди замерли. А давайте я прокину харизматическое лидершипство саратовским искусством. И что-нибудь... Саратовским? Саратовским искусством, да. И к желью. Может быть, это возымеет какой-то эффект? Ты хочешь, чтобы толпа хлынула вперед? Я? Да. Да! Так они и так идут вперед! С командой! Давай продолжаем давить, ребята! Да, всех не передавишь, сука! Погнали вперед! Первые люди хлынули вперед. Охранники робко начинают отступать. Затем они командуют по интерфейсам. И раздается первый выстрел. Человек падает на землю. Толпа замерла. Все смотрят, как он рухнул на асфальт. Из его груди сейчас хлыщет кровь. Она заливает все перед ним. Заливает людей, которые сзади него. Но это приводит людей в бешенство. Они начинают нестись вперед еще быстрее. Выстрелы теряются сейчас сплошным школьным градом. И люди падают один за другим. Но теперь толпа достигает этих рядов охраны. И сейчас во все стороны начинают лететь ошметки их омундирования. Роук, тебя выталкивают вперед. Ты видишь, как человек прямо перед тобой падает на землю. Ты перепрыгиваешь через него, неведомая ты толпой. И оказываешься в первых рядах. Прикинь, пожалуйста, на ближний бой. Итак, Глеб Броулин. Твой персонаж сейчас вместе с микрофоном. У меня хэндган. А, ну у тебя же есть оружие, в принципе. Давай тогда оружием фигач. Глеб, твой персонаж идет вместе с толпой. У него в руках микрофон и гитара. Гитара у него получается в руках, а микрофон на гарнитуре. Да, на голову. Ты его можешь командовать, да. И сам в этот момент движешься вместе с ней. Действия. Действия. Просто я продолжаю призывать народ. Продолжаю давить. Продолжаю, как бы, контролировать толпу для того, чтобы она не распадалась и была... Вектор не изменялся, в общем. Ну, то есть... Хорошо. Все идет по-прежнему. Итак, сейчас я посмотрю, что у нас получалось по броску губика. У-у-у, неплохо. Итак, на таком расстоянии, конечно же, хватает. Ты вскидываешь свой кого-то ствол. Опиши его смачненько. Протезированный? Что это за пушка? Еще раз, ты ко мне проезжаешь? У меня-то протезированный, а вот урок. Да, я не знаю, какой-то пистолет. Я не шарик в пистолетах, я взяла в магазине первые попавшиеся. Хорошо, полегни-то. Ты расстреливаешь в магазин своего пистолета в охранника, который стоит перед тобой. От первых выстрелов их защищает, их бронежилеты. Но затем они начинают попадать все глубже и глубже в них. Их откидывают назад. Экзоскелеты, которые поддерживают их, сейчас их начинает... Похоже, что ты попала в архитектуру этого экзоскелета. И сейчас искрит он начинает на всю округу. Его сворачивает, он начинает заваливаться в бок. Его поддерживают его товарищи, но видно, что ты заделаешь что-то очень жизненно важное в архитектуре этого экзоскелета. И вспышка молнии, которая сдается в этот этапе, она подобна звуку электрошумовой гранаты. Она разносит слегка вокруг. Ты врываешься вперед, протискиваешься сквозь толпу людей, чтобы просто набрать воздуха, потому что сзади тебя в этой толпе уже начинается давка. Ты видишь площадь относительно открытую людей, охранников, соответственно, которые отступают назад. И понимаешь, что ты оказался на таком острие. Ну что, мы прорываемся внутрь? Да, конечно. Окей. Ты вместе с толпой людей, которые возглавили это нападение, прорываешься вплоть до стеклянных окон, стеклянных дверей, которые ведет на первый этаж. Ты разбиваешь эти стекла выстрелами, осколки падают у тебя перед ногами, ты залетаешь внутрь. Секундочку. Что давно? Да, сейчас мы к тебе перейдем, только я найду, что я хотел здесь поставить в этот момент. Морган Морганович. Так, смотри, начинается вот это нападение. Да, Морган Морганович. И ты видишь, как охранники начинают буквально выкашивать ряды гражданских. Они тяжело вооруженные, они обученные, военные настоящие, которые прошли через одуху, которая не снялась этим гражданским, которые на них наступают. Ты понимаешь, что если ты не вмешаешься, потери среди гражданских будут огромные? Нет, я вижу, что гражданские справляются, поэтому я не демонстрирую свою позицию, я не отрываю взгляд от Рисахи. Для меня сейчас самая важная задача, это проследить, куда пойдет Сантьяго, если у него будет сложности, то бросаться ему на помощь, если нет, то обеспечивать эвакуацию. Так что я пока выжидаю. Гори нет. Так, Сантьяго, ты сейчас подъезжаешь к шахте лифта на своем мотоцикле. А куда ты туда едешь? Мне нужна лестница наверх. Ну, ладно, принято. Почему пешочком? У меня, если вы забыли, у многоуважаемый компьютер, про мотоцикл высокой проходимости, я могу ехать веро по лестнице, на нем очень хорошо. Хорошо, принято. Но вы можете прогуглить, как выглядит Найтвинг, который я себе выбрал в Харле, это у него плюс 3 на бездорожье еще идет, и на любых препятствиях. Высокая проходимость, кажется, означает, что он на препятствиях и на этих... Ну, ладно, окей, в принципе, кайном разнице. То есть он в лестнице для него не камня. Двери лестничного проема распахиваются, и люди, которые могли бы ожидать, что там заходит какой-то человек, на своих ножках начнет подниматься вверх или вниз. Не, ни хрена. Там залетает Найтвинг, на котором сидит настоящее воплощение номадовской мечты, и начинает, визжа своими покрышками, все выше и выше залетать. Куда же мы едем с тобой, скажи мне? Ну, в пентхаус. По последним данным, понятно, что типа он там находится. В этом был весь вроде план. Хорошо, давай. Итак. А, то есть ты вот настолько планируешь это все сделать? Ребята, срочно нужны донаты на добрых корпоратов. Они, студентики, приехали на башню Росеки и убиваются. Хорошо, ладно. Ты взлетаешь вверх, все выше и выше, и доезжаешь до последнего этажа. Дальше уже будет выход на крышу, а здесь, соответственно, огромная такая армированная дверь, которая защищает пентхаус. Ну, я поздравляю, ты ведь подготовился к этому. Что ты, как ты проникаешься внутрь туда? У нас есть связь друг с другом? Я говорю Моргану шмалять больше по окнам пентхауса, потому что они по-любому зеркальные, в них нихера не видно, но таким способом может их разбить. Типа видеть, что внутри находится. Я так предполагаю. Они зеркальные или нет? Прости, кто они? Окна в пентхаусе. Со стороны улицы видно, что внутри пентхауса? На стороны улицы? Так, подожди. Ты, получается, хочешь на крышу заехать, а потом спуститься вниз? Не-не-не-не-не. Я стою в дверях пентхауса. Морган на улице смотрит на башню Росаки. Да-да, Морган, смотри. Окна пентхауса, они немного зеркальные, но в целом просвечивают. То есть видно, что находится внутри. Особенно через оптику, понятное дело. Нет смысла мне сейчас демаскироваться. Я уточняю. Сантьяго, ты можешь проломить дверь или мне идти к тебе с Си-6? Я говорю, ну, следи за пентхаусом. Следи за рукой. Если через 10 секунд Сантьяго не проникает, я использую крюкошку. Ну, я газую и выбиваю двери, короче. Фронированный. Это пентхаус. Давай так. Может, что-нибудь прокинуть надо? Смотри, у тебя есть D10. Прокинь, пожалуйста, сейчас D10 а я прибавлю где у тебя? Сантьяго. Я прибавлю характеристику крутости твоей это 9 и вождение. Вождение у тебя 7. 9 плюс 7 это 16. 16 плюс это 10, с которой у тебя выпало 7, да? Наверное. Тут какая-то сложная схема выпала. А ты 3, наверное, пинул. А, нет. 7 плюс 16. Подскажите мне по математике еще это будет. Это 23. 23. Итак, ты заводишь свой трендулет, свой Найтвинг, как настоящий Бэтмен. Ты начинаешь разгоняться и вхреначиваешься в эту дверь с разгона. Происходит следующее. Дверь, конечно, хорошая такая, крепкая, бронированная, все такое. Найтвинг тоже не хухрю-мухрю. Это... Сколько он весит, интересно? Не помню. По-моему, полтос. Там вообще, в принципе, в этом роллбуке очень странные весовые категории. Есть мотоцикл, который меньше 30 килограмм. Нет, там просто есть мотоцикл, который меньше 30 килограмм. Весит. Хорошо. Очень странно. Полтос, стали, хромированный, крутой стали, вырезается в эту дверь. В нем организуется небольшой такой проем, через который ты, собственно, залетаешь внутрь помещения. Значит, залетает твой мотоцикл. Ты, конечно, сложился, там все остальное, но сейчас ты видишь, как мотоцикл оказался внутри помещения, а ты снаружи. Ну, не повезло тебе чуть-чуть. А может быть, наоборот, повезло, потому что ты в этот проем видишь сейчас огромного бронированного робота. Ну, значит, человека, который сейчас одевает этот боевой костюм. Ты видишь, как прямо перед тобой захлапывается вот этот его люк, через который он туда проник, скажем так. И сейчас система приходит в действие. Ты видишь, как начинают раскручиваться шестеренки в нем, сервоприводы, все приходит в действие, и огромная боевая человекоподобная роботизированная конструкция разворачивается в твою сторону. А смотрит пока на Найтвин, который скромненько, так тихонечко, знаешь, оставшись без своего водителя, едет по комнате. Я там все это время изготовки могу объявить действие. С вопоумие и отвага мой ключевой параметр. Ну, если мотоцикл прошел, то и я пройду, я туда перекатываюсь вперед и захожу в пинхау. я дико извиняюсь, я не хотел этого дела, но ладно, окей, давай. А я не могу действие объявить, считай, что я за этим наблюдаю. Можешь, давай. Давай как раз перед моим броском, у меня хороший получился, поэтому... Вот у этого человекоподобного робота человекоподобная голова? Нет, у него нету человекоподобной головы, у него... Сейчас, как бы, эти картинки описать. Короче говоря, огромные такие плечи, знаешь, мощнейшие, потом идет туловище, вот это туловище, оно видно, что размеров там, чтобы человек туда влез, и оно такое, знаешь, хромированное, металлическое, без каких-то, знаешь, для глаз, окошек и все остальное. Это дело бы уязвимое, зачем так делать, если у вас есть сенсоры, прочие датчики, которые все кругу сканируют и докладывают внутри кабины. И ноги, соответственно, такие здоровые, мощнейшие. А на этих двух плечах повисли, если это можно так сказать, руки, на которых установлены гранатометы и в левой руке плазма-пушка. Гранатомет ты? У него три оружия. Гранатомет, знаешь, три ствола, внутри которых установлены гранатометатели, не знаю, как это назвать. Короче, трубы вот эти, да, и они в такой циклической системе. То есть, один выстрел, перезаряжается, поворачивается, система... Попробуй стрелить плазмами пушку. Попробуй стрелить плазмами пушку. А, давай, удачи тебе. Так, смотри. Расстояние, да, плюс у тебя есть помеха в виде этого стекла, плюс, так как ты еще по руке, это минус три. Расстояние у тебя двадцатка сложности. То есть, двадцать три получается, да? А, еще помеха, двадцать пять. Короче говоря, тебе нужно выстрелом пробить двадцать пять. Давайте попробуем. Ну, близко. Немножко не хватило. Почти, 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 Да. Итак, происходит выстрел. Сантьяго, ты сейчас заходишь внутрь помещения, как ничего не бывало, как будто так и должно быть во время восстания снаружи, ты просто закинул туда саму мотоцикл и пешочком заходишь внутрь пентхауса. В смысле, там должно быть какой пешочком? Там, во-первых, мотоцикл, если пробьет, там низко, там, как бы, по пояс максимуму. Я перекатываюсь туда, делаю кувырок. Крутой кувырок в стиле темных душ ты такой визж, 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 кручишься. прожег вир. Да, плюс мой персонаж очень ловкий у него есть. И уклонение, избегание я могу двигаться довольно ловко, так сказать. Хорошо. Я начинаю... Ты залетаешь внутрь помещения и видишь робота, который разворачивается на садебя и у него начинает зажигаться его плазменная пушка. Он у нас солится в твою сторону. В этот момент раздается звук лопающего стекла. Стекло, которое выходит наружу, разлетается осколками и пуля оставляет мощнейший такой, знаешь, след на руке вот этого бронированного монстра. Чуть-чуть не долетая до плазменной пушки. Если бы это был человек, руку бы разнесло к чертям собачьим. Но ты понимаешь, что это не совсем человек. Итак, давай прокинем с тобой. Инициативу я выкину у меня получается сейчас скажу, сколько делится всего реакция 26. Так, а я забыл спрошу раза через чем мы инициативу кинуем. Давай 1 на 10 плюс реакцию, например. Я не помню, там еще что-то, по-моему, то ли Атлетика, то ли еще какая-то какая-то используется. не все важно. 1 на 10 на реакцию. Так, SirMax GTL предлагает прокинуть на замыкание робот же. Ну, давай, давай. Нет, то есть, я просто 1 на 10 бросил. Нет, руку не замкнуло. Так, что ты укинул? 1 на 10? А, 9, да? У тебя, по-моему, реакция тоже неплохая. Скажи, сколько тебе реакции? 10. 10, то есть, у тебя меньше, чем у этого робота со стимуляторами включенными. Ну, у него кончено действовать первым. Я так понимаю, физически не могло выпасть больше. У тебя сколько там ты прогибил? Ну, тогда, окей. Так, окей. 2, сейчас прибавлю. Часо расстояние близкое, ты крутой, ты ловкий. Сейчас прибавлю модификатор его. Сантьяк поживет. И так, похоже, что, да, похоже, что у этого пилота, этой боевой машины еще не до конца успели активироваться все его примочки, не до конца успел синхронизироваться его киберинплант с машиной, в которую он сел, и поэтому его первый выстрел оставил огромную дырень у тебя за спиной. Ты успел кувыркнуться как настоящий мастер прохождения Дарк Соуса без получения интеллекта. Ты кувырком выгнулся от этого выстрела. Что ты будешь делать дальше? А за тобой ходят наш снайпер. Так, подожди. Сейчас мы как относительно меня, Моргана и робота где находимся? То есть, типа, я кувыркнулся в сторону с Моргана? Получается, он у меня за спиной или наоборот? Так, ты кувыркнулся, и получается, перед тобой робот, а за ним, за окном, соответственно, то есть ты, как бы, между вами робот находится? То есть, я кричу Моргану искать слабые места на спине робота по-любому по-моему, что-то такое есть. Кнопка ресет. Маленькая. Хотя, подожди, он же спереди закрывался, Люд, спереди. Значит, его надо развернуть к тебе лицом. улететься. А это именно что экзоскелет, то есть человек, он открыт, по идее? То есть, он не помнит? Нет, 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 нет. Это боевая машина, которая используется в условиях конфликтов военных. Это не всякие, знаете, охранные системы, все остальное. Она целиком и полностью в цельномпиллической оболочке находятся. И зрение обеспечивается различными датчиками и сенсорами. Еще раз тебе это второй раз подсказываю. Сейчас, секунду. Мой мотоцикл сломан? Мотоцикл? Нет, конечно, ты что, это же Харли Дэвидсон, Найт Виш, мать его, за ногу. Найт Виш? Найт Виш, ну почти, Найт Винг. Морган, стреляй в него своей крюккошкой, кричу я. 200 метров. Похуй. Ну ты же собирался крюккошку использовать. Стреляй в робота крюккошки. Я предлагал взять не крюккошку, а нормальную полноценную машину, которая стреляет этими веревками или другими веществами, чтобы прям с мощным таким посылом. Но ты решил сыграть старомодного такого наемника, который крутой, с крутой кошкой. Главное, чтобы ты попал в него своей крюккошкой. И чтобы на ней было... Дальше, что все сложится, да? Это не получится метнуть на такое расстояние. Подожди, а у него... Она же не как, в виде гарпуна, стреляешь? Или просто веревка? Вот это что ли? Вот это гарпун. Размахивается. Ты чем думал, Морган, господи? В мире киберпанка брать? Ты бы еще лук с собой взял? Я напоминаю, что между ходами по идее проходит 3 секунды. Мне кажется, ты говорил чуть больше, чем на 3 секунды, поэтому я... Да, давай. Я начинаю просто использовать выклонение и крутиться вокруг него, выискивая слабые места. Ну, то есть я могу какую-нибудь внимательность бросить? Давай, давай. Если еще есть что-нибудь такое, давай. Если бы, конечно, был какой-нибудь соло с комбо-сенсом, который такие вещи может запросто сделать, но... Соло сейчас находится... Я еще... Солоч. В смысле, Морган? Давай, что ты делаешь? Я правильно понимаю, что я в принципе не могу попасть в здание при помощи крюка-коро-кошки? Не то, что он даже на аналогичный уровень этажа. Ну, давай уж мы не будем. Твой же персонаж все-таки, он обладает интеллектом, боевыми какими-то этими навыками. Давай мы скажем, что это был не крюк-кошка, но какой-то гарпун с крюк-кошкой полноценный. И он, чтобы мог дострелить, скажем, до уровня этажа такого же, как вот запрыгнул наш мотоцикл. Ну, как бы в этом был план, поэтому я и подумал, что крюк-кошка это пневматическое устройство, которое может трянуть далеко. Давай так сделаем, хорошо. Но не на пентхаус, пентхаус далеко, высоко и как бы сложно. Да, в таком случае, я хочу попасть хотя бы в это здание, если есть выход на лестничную площадку внешнюю, то сразу на нее, если нет, то хотя бы на офисное помещение. Пожарка, как я говорил, сзади находится здание, ее здесь, сожжение, сзади не видно. Да. А, тогда в те же офисы, где уже разбито Сантьяго, я передаю Сантьяго, чтобы он держался и отвлекал робота, пока я иду до вершинства в подходе. Сантьяго, держись там, все будет хорошо. Главное, в стекло не попади, блядь. Он, знаешь, там пока на лестницу и площадку, он же не на мотоцикле, пока пешочком поднимется туда, ты как раз выживешь, разберешься с ним, как рыба настоящий. Ладно, оставим эту сцену на потом, а вернемся к нашим уважаемым рокер-бою и фиксеру. Итак, вы видите, что активируется экстренная система безопасности, похоже, что начинают закрываться такие бетонные плиты внутри здания, которые перекроют вход снаружи. Роу, ты сейчас находишься впереди, ты фактически на острие атаки, что ты собираешься делать? Как ты хочешь, может быть, что-то, что-то куда-то успеть? Ты разбила уже стекло, получается, помнишь, да, для входа? Да, в здание забежать. Ты забегаешь в здание? Желательно с людьми, которые рядом со мной. За тобой успевает забежать где-то дюжина человека. Я скоро. Так, а что внутри? Внутри, соответственно, да, ресепшн, там сейчас не мигают эти красные огни экстренного питания, люди носятся какие-то, видно, что некоторые из них это просто сотрудники, другая часть внутренней охраны, которая несется на улицу, чтобы помочь своим ребятам, они видят врывающиеся внутрь здания толпу, что-то спрашивают по рации своей, а ты сейчас что делаешь, когда видишь этих людей-охранников имеется в виду? Я могу как-то прошмыгнуть за компы на ресепшене? Давай попробуем, стелсу кидай. Стелсу, ууу, стелса. Так, стелса это у нас что? Ну, это прям такой навык есть, стелс. Ну, если у тебя его нет, что у фиксера есть, да? Не, 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 сейчас мы посмотрим. у меня стелсу, стелса у меня нет. Ну, давай тогда твою, что в такую ситуацию можно использовать, интересно? У нас есть боди, да, у нас есть тек, ну, давай тогда твою реакцию. Вот залетает толпа, ты видишь перед собой этих охранников, успеваешь реагировать так, чтобы втолкнуть вперед там парочку из так называемого тобой местца, отвлечь внимание, скажем так, а самому прошу гнуть в этот момент за девайсами. Ну, реакция это рефлексы, да? Угу, Япона, мать, это как получилось? Ну, ладно, хорошо. Итак, ты сейчас бежишь вперед, втолкаешь людей на охранников, охранники отвлекаются, раздается короткий выстрел, ты видишь, как сзади тебя падают на землю люди, затем один из охранников разращается в ту сторону, он мчает, держите ее, держите ее, она хочет остановить себя в блокировку здания, часть охранников разворачивается и бежит за тобой, ты ныряешь за терминал, понимая, что перед тобой незнакомый тебе интерфейс с приложением. Где же Шайтан наш? Расскажите мне, пожалуйста. А Шайтан у нас на проводе, по-моему, на связи, мы его с собой брали вообще? Не знаю, он ничего не говорит у него. Шайтан у нас на связи, я связываюсь. Хорошо, ты связываешься с ним по TeamSpeak, и сейчас он видит то же, что видишь ты. Да. Итак. Чувак, мне нужно разблокировку снять со здания, что нажать? Ты можешь зайти в браузер? В браузер? Ну, хорошо, да. Тебе в гугле забрали. Так, теперь зайди на сайт TeamViewer, TeamViewer.com. Окей, хорошо, я скачиваю TeamViewer, ставлю его на комп, даю ему доступ. Так, ты даешь ему доступ, и в этот момент ты видишь, как охранники своими стволами сейчас набрали на тебя, и Сложись на землю, собака такая, куда ты тут, кто ты такая, что тут забыла? Так, ребята, я вошла в саду. А я разве не там же нахожусь? Нет, ты сзади, ты в толпе, вы прорываетесь, народ разрывает на запчасти, ведь ваш снайпер решил, что, ну, зачем военных стрелять, они сами как бы справятся люди. Короче, перед тобой куча трупов, ты идешь буквально по ним, наступая на них, ты понимаешь, что это жертвы, принесенные ради того, чтобы спасти одну девушку, ну, наверное, стоит того, да? И сейчас вместе с этой толпой вы уже налетаете, наступаете все дальше и дальше, вот этот ровный строй охранников оттесняя внутрь. И ты видишь, как ровный перед тобой скользнул внутрь здания, и сейчас где-то там пропал. Да, но у меня есть же какие-то ораторские навыки, я не помню, что из этого что-то, что-то у меня на семерку, что-то на восьмерку. Смотри, у тебя есть persuasion убеждение, у тебя есть соблазнение на семерочку. А еще запугивание есть. Мне кажется, здесь нужно запугивать, потому что я, короче, говорю, что я новый сотрудник ресепшена и срочно все блокирую. Им говорю, что я блокирую, и чтобы они мне не мешали. Я напоминаю, что ты выглядишь как фиксер. Ну, тогда взяли на ресепшен охуя... В смысле очень хорошего фиксера. Ну, то есть, ты прям такая, знаешь, баба, которая вызывает ощущение, что, ну, как бы, она прям крутая, она шарит. А на ресепшен обычно берут милых девочек. Между вами примерно пропасть такая. Я достаточно милая. Ну, что ты говоришь? Ладно, отыгрывай, отыгрывай, давай. Фиксинг с броском отыгрывай. Я хочу, чтобы мы и зрители посмотрели на это, как это выглядит. Милая девочка-фиксер, которая запугивает людей. Так, а что из этого запугивания, напомни, и последнее? Интимидейт, самое последнее. Вот, видишь, она у меня как раз на восьмерку, сейчас я посмотрю. Вот, я... Давай, жги. Ребята, если вы подойдете ко мне дальше и тронете хоть пальцем начальство вас всех уволит, черт возьми. Не мешайте мне делать мою работу. Отвалите. Ладно. Охранники смотрят на тебя в секундном недоумении. Кажется, что они нихрена не понимают, что тут нужно делать. Они понимают, что тут какая-то хрень происходит, что что-то явно здесь не так. Но, кажется, вид наступающей огромной толпы их пугает чуточку больше. Будь это какие-нибудь, ну, скажем так, может быть, более... Не просто наемники, работающие за деньги, а работающие за идею, эти люди, наверное, бы проявили себя как-то по-иному. Но сейчас, понимая, что им грозит неизбежная смерть, если они останутся на этом этаже, а начальство их, похоже, собирается использовать просто как пушечное мясо, чтобы замедлить продвижение этой наступающей толпы, они решают сделать самое умное, что можно сделать в данной ситуации. Они ныряют под опускающиеся бетонные плиты и скрываются внутри здания, оставив тебя со словами «Ты хрен с тобой!» В смысле внутрь... Начальство хрен начальство. В смысле внутрь здания? То есть они не выбегают из здания, а забегают куда-то глубже? Да, конечно. Выбегать из здания сейчас прямо разноразъемную толпу, наверное, было бы с их стороны, но не самая правильная вещь. А Роук не внутри здания, разве? А, внутри здания, на первом этаже, да? А куда они тогда дальше забегают? Что-то я планировки не совсем понимаю тогда. Ага, смотрите. Тогда вот двери внутрь, которые ведут к лифту, на лестнице, площадке и все остальное, они сейчас будут заблокированы, сгерметизированы. Потому что здание сделано, спорректировано так, что если на первом этаже начинается какая-то бойня, наступление, Мелитек или еще другой какой-то корпорации противоположной, чтобы все это было загерметизировано после того, как произойдет нападение. Соответственно, перекрывается вход и перекрываются все выходы на первом этаже. Но ты видишь, что в этот момент, благодаря TeamViewer, который ты запустил на компьютере, что-то там он щелкает, открываются какие-то консоли, в них бываются какие-то команды, типа Hackintosh, Macintosh, Пакинтош, там все кино, знаешь, такие страшные слова. И начинает пыть таблицы целая текста, похоже, что там что-то происходит. Но на момент ты осталась в тишине, практически одна на этом этаже, ну, ты видишь хрипы и стоны людей, которые умирают рядом с тобой, они пожертвовали своими жизнями, вреди того, чтобы ты смогла это сделать. Они смотрят на тебя с надеждой на лучшее будущее, понимая, что сделали какую-то хрень, повелись на слащавого рокербоя, который привел их к смерти. А в этот момент рокербоя, соответственно, добивает оставшихся охранников у входа и с придевшей толпой ждет, пока откроется Сезам. Вернемся на самый последний этаж этого здания. Привет. Сантьяга, здравствуй. Здравствуй, дорогой мой. Перед тобой огромный железный шкаф. Пока ты прислал по помещению, изучал его места, вот здесь, скажем так, уязвимые, ты нашел несколько мест, где, похоже, можно острить какие-то датчики и всю остальную хрен тень, которая отвечает за окружающее пространство. Но также замечаю, что в этом помещении нет генерала. Возможно, что он, как бы, уже его куда-то эвакуировали, или же он где-то на нижних, может быть, этажах, фиг его знает. Но факт остается, факт, или нет. Ага, может быть, кстати, внутри, но трудно сказать. Ты видел просто, как закрывается люк. Ага. Так, а у него датчики типа авизора, вот это все говно, да? Ну да, 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 да. Тогда я разбегаюсь на него прям, и вот таким движением на ногах проскальзываю между ног, чтобы оказаться за спиной. Хорошо. С его ловким маневром ты проскальзываешь у него между ног, оказываешься сзади, и что ты хочешь сделать? Ну, совершаю прыжок и запрыгиваю на него сверху, выхватывая по пути катану. То есть я вот так прокатываюсь до стола катану, уже у него за спиной запрыгивал, ну и начинаю обрубать все выступающие штуки, которые можно отрубить у этого сраного робота. Не знаю, о чем мне там надо. Ааа, фехтование. Да, фехтование, реакцию. Фехтование мили-6, мили-16. Он там не на проводе, нет, выкнуть розетку. Не кажется, что ты как-то очень дофига прикидываешь. Но я не знаю, как ты сказал, я так и записываю. То есть у меня есть фехтование плюс мили-атака 6, и есть рефлексы действия, я просто 16 плюс выкат. Смотри, у тебя прокидывается плюс 16, а еще двери, там 10 плюс 8 плюс 6, то есть у тебя 8 и 6 уже прибавляется. Зачем ты вставляешь 16? Я переспрашивал несколько раз, ты скажи как, я буду так... То есть смотри, у тебя вот уже 8 и 6 включены, ты добавь только тот модификатор, который здесь не хватает. результат 50 вполне нормальный. Я нажимаю на фехтование. И модификатор еще забиваешь 16, но... А почему 16? Мили-6 или 10? У тебя уже видишь, добавлено 6 и 10 есть. То есть 8, пришедший 10. И матификатор не надо добавлять. Матификатор это когда нэш, что-то мешает тебе, наоборот, помогаешь сделать. А почему там уже добавлено это, как это происходит? Ну, потому что всем это в листе все это... Так, ну, где-то у тебя был крик, тогда мы же не будем крик, упускать внимание. И так, 10 у тебя было. Теперь, смотри, взрывная механика, давай, пожалуйста, еще 1 до 10. Ну, че, сейчас мы Metal Gear Rising, по идее, должен произойти. 4. Хух, ну, слушай, 24, 30, 38, японамо. Наш Сантьяго. Крутой номад, кочевник. Перед ним какая-то груда железа, на что она может сделать человеку, который обладает неизгибаемой волей и желанием победить. Да, может быть, это хреновина и могла бы доставить проблем любому другому человеку, любому, кто попытался перестреливаться с ним, или, может быть, еще как-то что-то сделать, но нет. Он залетает ему на спину, выхватывает свою катану и начинает методично рубить части запчастями. Это не просто катана, да, есть, Сантьяго? Что это за катана? так, это специальная катана будущего, сейчас я посмотрю, как она называется, называется, где-то... 200 долларов, между прочим, стоит. 200 баксов, да, это кендачи монокатана, как бы, она такая, типа, с виду похожа на стекло, но, на самом деле, это какой-то мега-сплав, и дополнительные какие-то режиссиспособности у нее есть. Я не вдавался, я тупой номад, мне сказали, что это хорошее, и я ее взял. Стеклянная катана чекрыживает запчасть от этой машины. До тех пор, пока абсолютно без лишенных каких-либо сенсоров робот не начинает расстреливать все, что находится рядом. Стены, крыши, стекла, все, что находится рядом, сейчас разносится от града, ракет, которые летят во все стороны, от пушки, которые оставляют горячий след по всем интерьерам. В этот момент ты слышишь, как кто-то подбегает по лестнице, врывается с одышкой уже, потому что нужно было нестись через все гребанное здание. Он залетает внутрь, мимо него пролетает снаряд раскаленной плазмы, снайпер сейчас видит находящийся внутри кавардак, все перевернуто вверх, но, и лишь на огромном роботе верхом поседает наш Номат Сантьяго. Фактически состояние у робота хреновое, но он ничего не видит, он расстрелял весь свой боезапас, он пытается сейчас одними своими пушками, раскручивав все стороны, задеть эту назойливую хреновину, которую на него запрыгнуло. Никогда этот боевой пилот не представлял, что ему придется на поле брани сажаться с каким-то прыгающим придурком с мечом, который устарел уже, наверное, лет тысячу назад, но, тем не менее, похоже, что он нашел именно тот изъян. Итак, сейчас несколько мест было пробито чайкрыжина, броня отскакивает в нескольких местах, и ты сейчас, Сантьяга, ты сейчас нашел место, где можно вставить свой клинок, подцепить эту броню и снять ее в верхний слой. Так, я хочу воткнуть вот где она закрывается, короче, типа, и вот так дернуть. Хорошо, ты дергаешь и видишь, что со звуком таким неприятным вся эта металлическая конструкция издает чпок и отстреливается. Похоже, что там есть механизм экстренное извлечения пилота, если вдруг броня пострадала, и ты каким-то образом задействовал ее. Морган, прямо перед тобой открывается идеальная возможность за небольшими деталями каркаса, которые находятся внутри этого робота, за стеклянной перегородкой, на которой находится интерфейс, собственно, вводятся все детали происходящего вокруг, ты видишь испуганного человека с распахнутым лицом. Он не похож на генерала. Лицо чуть поплотнее, чуть-чуть щеки там есть. Транквилизатор. Видно, что это... Хорошо. Я покупал транквилизатор, я потрачу транквилизатор. Да. Прямо в лицо. Без помощи. В рот. Транквилизатор разбивает стекло и попадает прямо в голову этого человека. У него из башки сейчас торчит дротик, игла вот муласть глубоко внутрь, и похоже, что все содержимое попало внутреннего, и человек вырубается. Я сразу так сверху свершился, заглядывая вниз. Ставлю мину на вход на пожарную лестницу. Ну, в общем, откуда я пришел. Хорошо. Я кричу в рацию остальным. Генерала в пентхаусе нет. Он где-то должен в здании по-любому быть, так что ищите по другим этажам. Наверх можно не идти. Рок, ты сейчас видишь, что Шайтан заканчивает свою работу. Открывается лютки и начинает опять вверх. Ты видишь огромное множество ног, которые видны сейчас, и огромное количество людей, которые сейчас ждет около входа. Они издают победные крики. Они понимают, что они добились победы. Похоже, что внутрь можно попасть. Многие люди не выдерживают этого напряжения и сейчас падают на ничь и начинают ползти под открывающимися плитами, забегая внутрь. Затем... Да, забегают. Я хочу Шайтана попросить прочекать местоположение нашего генерала. Может ли он посмотреть? Хорошо. Может ли по камерам? Благодарю тебе я смог попасть внутрь системы. Сейчас я пробегусь по ней. Ты слышишь звуки. Похоже, он начинает подгружаться к местной сети. Он, похоже, переходит в режим нетранинга и оказывается внутри. Некоторое время он не выходит на связь. В этом момент как раз Глеб успевает зайти внутрь здания, встретиться с тобой и толпа людей сейчас начинает осматривать первое это ожидание Арасаки, выискивая, куда же, собственно, пойти дальше штурмовать. Слышны крики, призывы сжечь нахрен этот город дотла всех этих гадов, капиталистов из прочих сведений. Нахрен! За... Не знаю, какие логонки политические аниме крики, это уже на ваше усмотрение остается. Итак, сейчас момент. Джонни, как у тебя дела? Все в порядке? Жду, какая музыка сейчас. Жадность и так рок, ты слышишь, как шайтан сейчас начинает насвистывать какую-то любимую мелодию. Похоже, это какой-то трючок из старенькой электроники, он, видимо, любитель чего-то такого. Он начинает пробуждаться в сеть, ты видишь, как на экране перед тобой появляется его лицо, он подмигивает тебя. Ну, это, похоже, какой-то графический интерфейс он использовал для визуализации и всего этого дела. И сейчас справится дальше. Так, ух, нифига себе, сколько здесь систем безопасности различного рода. давайте-ка поработаем над ними. Ну, ты же справишься? Конечно, я же профессионал своего дела. Я в тебе не сомневалась. Так, погоди, а что это такое? О, Альт, Альт, привет, слушай, тысячу лет с тобой не виделись, а как ты здесь оказал? Подожди, что ты делаешь? Нет, нет, нет. Ты слышишь, как он начинает хрипеть судорожно. Проходит еще несколько мгновений и тишину разрушает звук какого-то, не знаю, это, наверное, можно назвать исчадия ада, который пытается вырваться из этого электронного мира. Похоже, что у этого создания не все в порядке сейчас с его душой, потому что ее, возможно, вырвали из тела. В этот момент, соответственно, система начинает гаснуть, компьютер перед тобой выключается, и на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Муам, 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 муам. Можно помнить последнее действие, чтобы не забыть следующий раз? Можно Моргану последнее действие? Дайте, дайте Моргану сделать. Давайте. Морган сегодня не взорвал даже ничего. Он еще одну мину ставит. Как мы что-то сделаем, я еще хочу спустить аккуратно на тросе того мужика, которого мы захватили, выковыривать его из брони, раз мы ее уже вскрыли, и спустить на тросе, Морган хочет спустить на мужика, я помню. Нет. А куда ты? С внешней стороны здания? Ну, с внешней стороны здания. Зачем? Именно так. Это наша сформация. Теперь. Чтоб все боялись. Так зачем ты его вырубил? Мы должны были тут же у него узнать, куда генерал ушел. Зачем нам этот многоуровневый план вытаскивания и допрос? Нам нужно вообще не очень нужен. Раз генерал не здания, мы будем работать с тем, что есть. Давай передадим благодарности нашим донаторам, просто читаем, что интересного они прислали, какие-то весточки. Подкорректируем заодно план на следующий эфир на основе этой информации. Сейчас сделаем. Так, про мультивселенную было. Не знаю, как Джонни, но Глеб с Балясиной может за гос-рандера сойти. Это Россия Шеклифорд. Спасибо. Леший Индастрис. Поправочка. Это вот про мультивселенную судя по всему. Игра будет текстовой ролевой по мультивселенной серии игры Портал, а в качестве экстренной помощи игрокам планируются артефакты из разных миров. Например, световой меч в банке с песком, котел гальского волшебного зелья, маска из фильма Маска или Роберт Паттинсон, ибо почему нет. Я бы в такой ситуации из мира киберпанка взял бы как раз таки что-то из нет раннинга, то есть из возможности погружаться целиком своим сознанием в сеть и делать что-то интересное, какие-то штуки, дрюки. Может быть, какой-то киберинтерфейс или импланты. Знаете, в ПХБхе очень много крутых имплантов, которые можно использовать для разных задач. Вот что-нибудь из этого бы лучше посмотреть, мне кажется. Спасибо, Юрия Гучи. У Ахантаторика Тасад 100 рублей корпораты добрые? Ок, допустим. И сварка 300 рублей на высокой орбите активируется старый военный спутник суборбитальные ядерные заряды времен Холодной войны скользят вниз. На территории Китая вспыхивают ядерные цветки. Если бы кто-то сейчас могло попасть в стратосферу, он бы увидел, что ядерные взрывы складываются в слово ROG. Это мило. Вот и все на сегодня. Хорошо. Всем большое спасибо. Большое спасибо также за обратную связь, которую вы дали нам после первого эфира. Всегда очень интересно читать про те теории, которые вы строите. Некоторые из этих теорий по секрету потом уходят в игру и становятся каноном, так сказать. Поэтому не бойтесь делиться своими интересными идеями и не бойтесь проводить свои интересные игры. Мне кажется, Cyberpunk очень крутая вселенная, по которой можно произвести что-то действительно волшебное какое-то включение. А потом поделитесь этим с нами. А на этом, пока мы заканчиваем. Всем спасибо. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok